Перед тем, как прочитать цитату, на мой взгляд, достаточно любопытную, я хотел бы еще раз напомнить, что вышел очередной номер календаря вокруг Света Армянского на 2023 год. Вышел он небольшим тиражом, так что торопитесь, кто еще не успел приобрести для себя, для своих близких, может быть, в подарок новогодним праздникам. Достаточно он интересный, те, которые его приобретают ежегодно, знают, что там информация на каждый день, то есть каждая дата ознаменована каким-то событием в истории Армении или мирового армянства. Открытие, культура, история, ну и прочее, прочее, прочее. Значит, ссылка, как заказать календарь, находится под этим выпуском, там написано «Купить календарь». И далее по ссылке можете пройти, заполнить купон и вместе с чеком оплаченным отправить по назначению. Если вам будет писаться ошибка, все в порядке, никакой ошибки нет, это вам так пишется, я на самом деле все получаю. И отправляется. Те, которые проживают за рубежом Российской Федерации, могут написать на электронный адрес vodarsobakamail.ru. Этот адрес тоже указан. И мы с вами обсудим, как вам отправить заказ за рубеж в Европу, Соединенные Штаты, Канаду и так далее. Теперь бы я хотел сочетать кое-что, вот у меня тот текст, из сайта Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения Санкт-Петербургский дом национальности. Я так понимаю, что этот текст был предоставлен азербайджанской диаспорой в Санкт-Петербурге. И они, не проверяя никаких фактов, никаких документов, просто взяли и опубликовали то, что им под нос подсунули азербайджанцы. Ну, я имею в виду, конечно же, азербайджанская диаспора Санкт-Петербурга, о которых уже можно легенды сочинять. В принципе, о них уже и сочиняет даже Шнур, насколько я знаю, песню сочинил про эту диаспору в Санкт-Петербурге, обсмеивая и самого губернатора, и эту диаспору. Итак, зачитываю. Значит, внимание. Азербайджанцы, тюркоязычный народ, относящийся к аспийскому типу индоевропейской расы, в Азербайджане, известными месторождениями нефти и газа, издавна было много храмов-огнепоклонников зороастрийцев, использовавших выходящий на поверхность газ как негасимый огонь. По итогам русско-персидских войн в начале 19 века Азербайджан был разделен на северный и южный. Первый, войдя в состав Российской империи, впоследствии превратился в сильное экономически-политически независимое государство, Азербайджанскую республику. Южный Азербайджан, как провинция, входит в состав современного Ирана. Видимо, сама азербайджанская диаспора, как я говорил, предоставила этот текст, иначе немыслимые вещи пишет этот Дом национальности в Санкт-Петербурге. Во-первых, где вы видели и когда вы видели, чтобы были такие государственные образования, как, скажем, Северный Азербайджан, Южный Азербайджан, я, например, о таком не знаю. Когда это было? Может, хотя бы удосужились бы заглянуть какие-то исторические карты, какие-то нарративы, какие-то документы. Ну, не было таких образований Северного Азербайджана и Южного Азербайджана. Та территория, которая называется ныне Азербайджанской республикой, называлась Кавказской Албанией в стародавние времена, и населяли в Кавказоязычные народности, среди которых лесгины, даргинцы, лакцы, рутульцы, андийцы, цахурцы, удины. Это при Кавказской Албании. Далее Ширван, где основным населением были персы, и потом стали прибывать туда тюркоязычные племена. Это вот уже потомки нынешних азербайджанцев. Азербайджан же образовался как государство и как название с Азербайджаном уже, с этим топонимом, только в начале 20 века. И то был очень большой тогда скандал. Скандал, когда Персия выслала ноту протеста Османской империи за то, что эту территорию, не относящуюся к историческому Азербайджану, то есть тому устану, который ныне является устаном в Иране, назвали его Азербайджаном. Понятное дело, это было сделано для того, чтобы в будущем эти два Азербайджана можно было воссоединить и сделать одно такое большое государственное образование Азербайджан. И этот Азербайджан в Персии нынче тоже есть. И он не называется южным. Он называется, там два устана, восточный Азербайджан и западный Азербайджан. Причем в восточном Азербайджане проживают, да, подавляющее большинство народности Азерий, а в западном Азербайджане более половины это курды. Поэтому не было никогда такого государства, как северный Азербайджан и южный Азербайджан. Увы, вас ввели в заблуждение, а вы даже не удосужились проверить. Более того, ну могли бы, наверное, вы обратиться к российским историкам, писателям, путешественникам, публицистам того времени, которые бывали в этих краях. Никто из них Баку и окрестности этого города не называл Азербайджаном. Шамаху, там, я не знаю, Шуши, ну и прочие города. Никто никогда не называл это Азербайджаном. Тот же Есенин, который приезжал в Баку и писал свои персидские мотивы, ни разу не упомянул своих персидских мотивов Азербайджанцев или Азербайджан-Н. Напротив, он назвал свои произведения, написанные там персидскими мотивами, что на это тоже следует обратить внимание. Далее читаю. Первые азербайджанцы появились в Петербурге в начале 18 века. Это были торговцы, строители, ремесленники. Своим трудолюбием и честностью они завоевали уважение простых горожан и городской знати. Присоединение северной части Азербайджана к России в начале 19 века привело к росту азербайджанской диаспоры в Петербурге. Что ж, выходит, что азербайджанцы появились в Петербурге раньше Петербурга. Но, учитывая, что город основан в 1703 году, то, возможно, даже вместе с городом. А может, они и сами были строителями? А может быть, город только выстроили на Неве? И сразу же появились азербайджанские торговцы, предлагая арбузы, дыни, помидоры, огурцы и прочее. Хотя, куда я погнал, в те времена еще не было в так называемом Азербайджане ни помидоров, ничего подобного. Какие-то вещи были, какие-то нет. Потому что сначала они появились только с середины, получается, 19 века на территории России. И только потом уже, значит, уже позже, в конце этого же века в Закавказье. Но в любом случае вопрос-то в другом. Бог с ним. Когда они там появились, чем они там торговали. Вопрос в другом. Откуда эти данные? Ну, например, скажем, есть какие-то, если документы, какие-то вещи, на что можно опираться. Я, например, не нашел ни одних таких данных, где можно было бы, там, я не знаю, на что-то сослаться и сказать, что да, действительно, эти вот строители и прочее появились именно в это время, в эти, скажем, годы, тогда, когда указывает этот Санкт-Петербургский дом национальности. Вот если мы говорим, допустим, об армянах Санкт-Петербурга, да, ну, есть все данные. Плоть до имен даже. Тут не представлены никакие имена. Но по армянам представлены даже имена. Ну, во-первых, всем известно, что указом Петра Первого, того самого человека, который основал Санкт-Петербург, да, были приглашены армяне. И дать им волю. То есть это есть указ. По азербайджанцам ничего почему-то нет. Да, далее, известны государственные министры, люди дворянского происхождения, армянской национальности. Те же министры, например, Делянов, да, министра просвещения. Или взять Лорис Меликова, который написал первый в истории России гимн Российской империи, да, Лорис Меликов. То есть там куча всяких генералов, военачальников. Там можно больше сотни насчитать. Армянской национальности. То есть здесь есть на что опираться. А вот на что опираются те, которые пишут, что в начале 18 века азербайджанцы появились в Санкт-Петербурге и занимались торговлей. Вот тут большой вопрос. Далее на что хотелось бы обратить внимание, вот я снова зачитаю, это традиции. Где пишется, что азербайджанская кухня отличается обилием трав, пряностей и специй. Только плов имеет около 50 разновидностей. А азербайджанская долма в 2017 году была включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ну, сказать об иранском происхождении вообще азербайджанской кухни. Большая часть там иранского происхождения эта кухня с элементами армянского тоже происхождения. Ну, а то, что долма была, значит, включена в состав нематериального наследия азербайджанской кухни, это, конечно, умора. Ну, начнем с того, что тогда, когда долму включали, генеральным секретарем ЮНЕСКО была некая такая болгарка Ирина Бокова. Не будем о ней забывать, потому что человек с криминальным прошлым, большой друг семьи Алиевых. Часто она получала от них награды, причем высокие награды, ордена, медали, подарки в виде ковров и прочего. И, естественно, многое из того, что ей под нос подсовывали в Азербайджане, это она вписывала под азербайджанское наследие. Ну, типа того, как вот вам в Дом национальности, вам, может быть, ничего и не дарили, но вот под нос подсунули этот текст и вы опубликовали. То же самое почти сделала та же Ирина Бокова. Так вот, эта женщина с криминальным прошлым, она была уличена в коррупции, также ее муж был уличен в коррупции, и ее сняли с должности. Сейчас она не является главой ЮНЕСКО, да что там она, даже сама Лейла Алиева, которая опекала это ЮНЕСКО, чтобы только азербайджанизировать все, что можно азербайджанизировать, сама тоже уже ушла из ЮНЕСКО, обидевшись на эту организацию. Ну, вот как бы так. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,